Американцы технологию гидроразрыва в 1947 году впервые опробовали при разработке и добыче нефти и газа. В Советском Союзе где-то в начале 50-х годов эта технология была опробована. В Донбассе гидроразрыв угольных пластов первый раз был проведен в 1954 году. Более того, эти технологии активно использовались при работах по дегазации угольных пластов, по крайней мере, в 70-80-х годах. И, в принципе, они выполняли свою задачу, но при этом, скажем, видимых таких нарушений, я не могу сказать о том, что были ли какие-то отрицательные последствия. Данных нет за советское время. Но, насколько можно судить, предположим, гидроразрывы производились в 70-е годы, то есть не было ни загрязнений вод, ну и других таких очевидных каких-то последствий. Другое дело, что, скажем, в интернете, по моему мнению, смешивают все в кучу. То есть технологию гидроразрыва, естественно, нельзя проводить, скажем, на глубине 300 метров, если у вас на 200-метровой глубине грунтовые воды, которые используются для питьевых средств. Но в то же время, как с моей личной точки зрения, гидроразрыв безопасно проводить на глубине 3,5 километра, когда явно трещины, ну максимум, насколько мне известно, трещины на 600 метров могут единичные распространяться. Кстати, это легко рассчитывается, насколько зона гидроразрыва действует. То есть здесь эта проблема не в технологии гидроразрыва. Проблемы, вот правильно заметили общественники, куда девать ту воду, которая после гидроразрыва, как это будет утилизироваться. Проблемы и вопросы к буровикам. Какие технологии бурения? Потому что даже американцы отмечают, что вопрос не в гидроразрыве. Ну я имею в виду американцы и специалисты. Вопрос, как бурилась скважина, не нарушится ли цементное кольцо, не нарушатся ли обсадные трубы. Какие обсадные трубы применялись? Продолжение следует...